ГУНИП сегодня в новостных сводках все большее проходит как эпицентр экстремизма и терроризма. О непростой ситуации в районе говорили на внеочередном экстренном совещании в администрации муниципалитета. В обсуждении приняли участие полномочный представитель главы республики Ибрагим Магомедов, видны общественные деятели, политики, выходцы ГУНИПского района и местный актив. Продолжится Кенат Малаева. За последние 15 дней в муниципалитете произошло ряд неприятных событий. Акт вандализма был совершен в селе Сагратль на памятнике павшим Великой Отечественной войне. Из-за драки в селе Хинда погибло два человека. И 15 мая в результате боестолкновения с бандитами погибло трое и пострадало 10 полицейских. Разговор состоялся жесткими и взаимными претензиями. По мнению силовиков, местное население занимает пассивную позицию, да и многие руководители муниципальных организаций действуют по принципу «Майя хата с края». Вовремя сообщили бы, вовремя известили бы об этом, могло бы это тоже не быть. Поддержу начальника отдела той, к сожалению, пассивнейшей позиции, которая занимает так называемый актив. Я просвещаюсь ко всем здесь присутствующим без исключения. Прежде всего к жителям Сагратля. Я уважаю любую религию, но любая религия – это добро. Никакая религия и ислам, наверное, прежде всего не позволяет брать оружие и стрелять в ближних. Не остались долговые представители актива района, не дело ответственность за отдельные экстремистские вылазки перекладывать на плечи безоружных людей, говорили они. Если есть преступления, то на них надо соответственно и своевременно реагировать. Было бы лекарство, мы выбрали этот бюль. Нету лекарства. Есть общие действия. Есть действия, в первую очередь, у нас, у милиции есть средства, есть силы, есть возможности. Негативную оценку происходящим событиям дали гости совещания. К примеру, генерал Амар Муртузалеев привел тревожную статистику. За прошлый год из-за различных боестолкновений с бандитами в республике погибло 142 человека. Председатель общественной палаты Гамзат Гамзатов призвал сплотиться всем в борьбе против терроризма и научиться вести правильное идеологическое воспитание молодого поколения. Я уверен, что вместе со мной многие из присутствующих здесь и подавляющее большинство отсутствующих воспринимают это как личное оскорбление, потому что каждая семья имела на войне своего представителя. Мой отец, например, с первого дня войны и до последнего дня был на войне, и вы это очень хорошо знаете, и был участником парада победы. И памятник этот, кстати сказать, построило не государство, а общество за счет собственных средств. И об этом говорили уже несколько лет, что в Гунипском районе происходят вот такие негативные процессы. Берут вверх именно в Сагратли, Чорхе, в других селах, некогда знаменитых, прославившихся на самом деле своими талантливыми, выдающимися выходцами, зреют вот такие процессы. Религиозное течение, которое под видом возврата к чистому исламу, под этими благовидными идеями, насаждает чуждые для нас порядки, несет смерть. Мы об этом говорили, рассуждали, но, к сожалению, действий было мало. Все эти люди, совершая эти акты, они добиваются одного – чтобы мы боялись, чтобы мы дрожали, чтобы все были в страхе, не было единства, не было сплоченности. Каждый думал сам по себе. Это же каждого коснется. Это коснется, если нас не коснется, это коснется наших детей. В ходе разговора собравшиеся просили обнародовать списки тех, кто сейчас стоит на учёте по подозрению в экстремистской деятельности. Сегодня в Гунипском районе таких около 100 человек. Кроме того, разыскивается ещё 15 по уже доказанным уголовным преступлениям. После обсуждения ситуации в районе приняли решение усилить контроль за идеологической составляющей работников муниципальных учреждений и активизировать работу общественных организаций. Светлана Малаева, Салих Яхьяев, Рамазан Амаров. Время новостей. Гунипский район.